Цифра дня открывает выпуск деловых новостей. 7,69%. Столько составила максимальная средняя ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях. Об этом сообщили в Центральном банке страны. По итогам апреля падение составило около четверти процента. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. Напомню, финансовый регулятор не рекомендует банкам превышать доходность максимальной ставки более чем на 3%. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. При низких ставках нести деньги в банк не торопимся. Большинство россиян признались в отсутствии сбережений. Об этом сообщают аналитики Центра Инфом, которые провели опрос в 55 регионах страны. Купят деньги сегодня только 40% респондентов. Эксперты отмечают, в конце прошлого года таких россиян было меньше. В декабре не имели сбережений 2 трети российских семей. При этом 40% опороженных предпочитают хранить сбережения на счете в банке, а четверть наличных дома. А каждый третий респондент заявил социологам, свободные деньги лучше направить на покупку дорогостоящих товаров. А вот брать деньги в долг стали реже, а если берут, то более крупные суммы. По итогам апреля россияне оформили свыше 2 миллионов кредитов в банках. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики Объединенного кредитного бюро. При этом общий объем займов вырос на 17% до 312 миллиардов рублей. Самый популярный банковский продукт – это кредиты наличными. Они занимают почти 2 трети от общей структуры займов. Объемы выросли на четверть. В апреле жители страны стали чаще покупать автомобили в кредит. Банки выдали свыше 20 тысяч займов. Сегмент ипотеки также увеличился на 6% до 88 миллиардов рублей. В среднем россияне берут жилищный займ на 1 миллион 700 тысяч. Жители городов-миллионников в большинстве случаев предпочитают покупать новое жилье. Рынок вторичной недвижимости интересует их чуть меньшим. Такому выводу пришли аналитики портала домофонд.ру. А вот в городах поменьше – ситуация обратная. Там жители чаще покупают квартиры уже в готовых домах. Соотношение сделок – 52% на 48. Участники опроса отмечают – при покупке квартиры на вторичном рынке нет риска недостроя. А в районе уже готовая инфраструктура. Кроме того, респонденты заявили – они не готовы тратиться на отделку жилья в новостройке. Эксперты отмечают – главная цель сегодня – это не столько заработать на покупке квартиры, сколько вложиться в качественный и ликвидный актив. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области планируют увеличить финансирование биотехнопарка «Кольцово». Речь идет о дополнительных 100 миллионах рублей. Как деньги помогут развить инфраструктуру площадки и увеличить налоговые поступления в бюджет региона, расскажет генеральный директор парка Владимир Кожевников. У нас строится активно НПК «Катрен» и выходит на площадку в этом году и тоже планирует в 2018-2019 году сдать свои производственные мощности – это компания «Ангиолайн». Соответственно, для их энергетического обеспечения нужно произвести реконструкцию строительства энергоподводящих объектов и решить вопрос с водоотведением и канализованием. То есть фактически деньги нужны для того, чтобы получить сюда дополнительные энергетические мощности и дополнительные возможности дополнительного сброса стоков. То есть деньги, которые сейчас выделяются, они как раз пойдут на это. Дополнительное налоговое поступление после запуска комплекса компании «Катрен» по оценке самой компании в областной бюджет составит более 200 миллионов рублей, в муниципальной – более 70 миллионов рублей. От компании «Ангиолайн» цифры будут чуть-чуть поменьше, но сопоставимые. То есть по их оценке это будет где-то 120-150 миллионов рублей дополнительных доходов в областной бюджет и порядка 30-35 миллионов в муниципальный бюджет. А что там у соседа по офису? Практически каждый второй новосибирец хотел бы знать зарплату своих сотрудников. Причем 20% уже в курсе заработков сослуживцев. Опрос среди жителей Новосибирска провели аналитики портала зарплата.ру. Каждый четвертый респондент радуется, когда его коллеги по работе получают повышение. Больше половины относятся к успехам других нейтрально. А вот 9% заявили, их расстраивают такие новости. 14% молча завидуют повышению сослуживцев. В опросе приняли участие больше тысячи новосибирцев. В Новосибирской области за последние недели снизился уровень безработицы. Сейчас он составляет 1% от экономически активного населения региона. Не могут найти новое место работы 14 тысяч человек. Об этом сообщили в областном министерстве труда. Компании уволили по сокращению 2300 сотрудников. В этом году за содействием в поиске работы обратилось 41 тысяча человек. Государственные центры занятости помогли трудоустроиться двум третьим из них. Предприятиям региона сейчас нужно больше новых сотрудников, чем в прошлом году. Они подали свыше 78 тысяч вакансий. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok